друзья всем привет рад приветствовать на нашем канале живая мастерская вершина сегодня у нас на канале сталь pmd 52 она нас уже было вот это всего будет 6 экспериментальных клинков вот сразу термо обработка и мы сейчас попробуем как они себя поведут тесты тесты у нас пока остаются прежними единственно с маленького менялась мы сейчас проверяем на начальную остроту за . то есть если раньше я мог где-то что-то не проточить не знаю это тоже спорный вопрос у меня почему-то больше полу килограмма не получается просто заточить о килограмма килограмм прошу прощения то есть сама падающая часть на данный момент весит полкило и плюс я полкило добавляю вот смотрите теперь у нас появились вот такие вот мирная шайба одна шайба 100 грамм вот вдруг вот такие шайбы потолще не 200 грамм и килограммовый еще такие шаги вот теперь мы можем строить графики зависимости как может быть садится но это пока быть позже я пока этот метод отрабатывал но на данный момент у нас все остается прежним то есть те же 7 килограмм но перед этим мы проверяем нож на остроту то есть мы поднимаем то полностью давит то есть упора внизу нет и аккуратненько крутенько ведем и смотрим провязание должна быть все за два реза туда обратно меня потому что ход маленький за один рез у меня вообще не получается даже пустую если взять то ничего не получается ладно все мы смотрели да у нас ровно полкилограмма то есть больше мне пока не удалось заточить чтобы именно под своим весом там под весом падающей части провязала попрошу сергей когда-то в гости приедет может быть он не подскажет попробуем поэкспериментируем за точкой скорее всего что-то где-то я не так делаю но так как я точу все одинаково думаю думаю можно пренебречь данными нюансами так грузом устанавливаем обратно и 7 килограмм а так как у нас еще сама падающая часть получается у нас 7 с половиной килограмм давление на клинок чтобы у нас что не болтал сейчас барашку сверху все эти закрепим то есть вот как мы видим шпыль у нас еще длина длина вот можно попробовать быть кругу за счет добавить как я говорил канат я проверял сейчас на данном канате у нас столом 150 отрезов приступим сейчас сбросим счетчик и поедем все у нас отчет пошел та железка нас отрезал от и 300 ребр прошлый термообработка посмотрим что данный термообработка повторять пмд-52 у нас полная сведение очень тонкая финиш пасты чугунный критер паста 1070 все как обычно 36 градусов посмотреть сколько он именно сделал канал по вторым я записал потом от 1000 чем если он нам будет а 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 Очень хочется, очень хочется встретиться с ребятами Лулнайф, Кроном Королёвым, познакомиться, пообщаться живую, естественно с Игорем Булукиноновым, Нигде не Леонидеину, дай бог это будет. Вроде чем мы собрались на Лулнайфати. Созвонились, вроде бы как там, договорились, что мы туда приедем. Нам очень хотелось бы побывать по участку, уже в прошлом году еще мечтал об этом съездить, но в прошлом году не получилось, надеюсь в этом году что у нас получится. Поедем в небольшой компании, я с супругой Андрей, а Сергей, Сергей Жиров, там главный, точнее мы с ним не реваним, а не он с нами. Братья Сауровы, Эдуард и Александр, поедем поучить самому разуму, то есть мне очень интересно смотреть как Роман работает на гриндере, показывает, думаю наверное покажет как делать конвекс, как точнее делать этого, потому что мастеров много разных, все делают по-своему, но тем не менее, спасибо им, что они делят своим опытом. Представители компании DRN будут, я думаю Артем Суров будет наверно, Андрей Анхошин. Будет очень-очень интересно и познавательно, то есть мы едем туда не развлекаться, ну и развлекаться попутно. Основная наша задача все-таки заключается в том, чтобы пообщаться, пообщаться со знаменитыми мастерами, набраться опыта. Сиденька очень тонкая, режет изумительно. 333 ковчок, то есть у нас уже два эталона прямых отрезов. Она сразу говорит, злой, последний тестный 150, ой этот, контрольный, да, а 140 даже показал. Опять же проверял и на первоначальную остроту, вроде бы как, уже более-менее все похоже. То есть это немаловажно, именно начальная острота. Возможно что-то где-то недоточу. Возможно, можно каким ножи не набирают достаточной начальной остроты. То есть будем стараться ставить ножи максимально равными словами. Клинки, ножи, неважно. Вот у нас максимально прозрачный тест. В первую очередь нам нужно нам... Ну и хотелось показать зрителям все. Какое-то объективное сравнение. Все-таки руками, да, где-то рука забилась. Хотя ноги берают. Хотя ноги берают. Вот так. Так. Окей. Окей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 485 резов. Очень неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это будет 4 талона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, еще раз повторюсь. Груза, груза не делал, по просьбе, точнее, сделали, сделал Алексей по просьбе моего друга Сиран Гребянов. Алексей, Сиран, спасибо большое. Вообще, это классная штука. То есть мне сейчас гораздо проще жить. Наши свинцовые. Ну, и смотрится неказист, конечно. Свои функции они, конечно, выполняли. Но, допустим, чтобы... Они же к собойки были. И мне, чтобы прям потом поставить, как объясню, объясню, если их маленько развернуть, а соосности нет, и вес получается другой. Но потом мне приходится танцевать с бурными, чтобы обратно выставить, покрутить их так, чтобы вес сошелся. Не отставлю здесь, то есть на эту... Не падающую часть, падающую нас здесь. На эту часть весы подставляю и поднимаю, и ставлю на весы. И замеряю вес. Тем самым настраиваем верхнюю часть, ну, массу. Путем там не так манипуляции. Здесь все четко. На шпильку надел. Они все повторены по центру. Никаких разниц в массе нет. На весах я попробовал все. Гирьки. Десятки граммов получил. Что ли там разница? Ну, возможно, это погрешность именно весов. Но сделано вообще классно. Четко. То есть пасочки все сняты. Все на плоском пройдено. Здорово. Теперь оно хоть выглядит более такое, скажем, профессиональное, не колхозное. Так, ведь мы у нас уже 600 резов. Повторю, друзья, это у нас 4 талона. Ну, мы еще пересчитаем. Говорю, вот тут вот канап уже, которым я клинок назад контрольный тест сделал, получил 140 резов. То есть, как сказал практике, все-таки она попадает в таких канатов, что даже на разных участках, они разную загрязненность имеют. Здесь трейдов, скажем так, наиболее много, но, тем не менее, тем не менее. Ну, вот тут выкручивается почему-то. Нет, не увидим новых рекордов. Чувствуется, уже перешел на обратный рез. Вот. У нас 700 резов. Ну, в любом случае, железка очень хорошая. Вот. Что мне понравилось, у нее круженая стойкость намного выше, чем мы купим 53. То есть, если она все-таки, к опору стойкости будет... Я не скажу, что она не ржавеет. Нет, она ржавеет. Ну, намного-намного меньше, чем купим 53. Так, 730. Есть уже не прорезание. Ну, я еще ого-го. Вроде-то, кажется, притупился, но все равно хруст отчетливо услышан. Ну, мы еще посмотрим, как порогу пройдет. Надо будет обязательно у Игоря Мускинула расспрашивать, если он будет так любить, рассказать, конечно, то, что... Ну, они же точно на 30 градусов, контрольный нож. Ну, и в соответствии, если, я так думаю, и другие ножи, чтобы поставить их в разные слои, тоже точно. Скорее всего, на 30 градусов. Видно, что Игорь Игорь Укинфон подстрагивает аккуратно, не как мы долго. У нас понятно, у нас и угол, конечно, 36 градусов при таком угле. Угле, ну, будет хорошо себя чувствовать, реже, чуть-чуть, кромка. Вот, но при малых углах мы знаем, да, то, что рез очень там кратно увеличивается. Поэтому, желательно искать оптимальный угол заточки для каждого закалки. Если по суше, то угол побольше. Ну, в общем, все надо экспериментировать. Сейчас все больше и больше я начинаю... Ну, люди откликнулись. И какие стали мне были интересны, мне их выслали. Не знаю, буду я снимать видео или нет, потому что, скажем так, мне пришлют готовые изделия, не от мастеров. То есть я... Ой, что это я сделал? Да, у нас уже практически... Да, наверное, все, не будем больше, наверное, натягивать, переводить канат. Сейчас еще разочек. Перевязать прям чуть-чуть. Нет, все. Минус о нем, мы сейчас... Вот у нас восемь, давайте до восемьсот, чтобы ровно... Вот, восемьсот... Восемьсот резов надо будет разделить на сто сорок и получим количество талонов. Результат все равно, считаю, очень даже неплохой. Вот. Опа! Что это пошло не так? Надо по-аккуратному, по-действующей части. Смотрим. Преосходно? Нет, что это тут мешает. Ну да, есть вот на подъеме, но здесь вот где место... Да нет, в принципе, в принципе, все хорошо. Так, ладно, ладно. Ну что ж, проведем варварский тест. Легковат. 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 С клиночек. Ничего не произошло с ним. Ударом слышно, не хватает него инерции. Что-то вот в одном этом же месте. Что-то тут он выливает. Давайте сейчас переключимся на макросъемку и посмотрим режущую часть. Изуален. Ничего не видно. Режет хорошо, но... Вот под макросъем на подъеме. Так. Сейчас переключимся и уже сними макросъемку и сделаем выводы. Сейчас я наклею белый участок, чтобы было прекрасно все видно. Итак, друзья, начнем с конточка. Сфокусируемся. Да, у нас все-таки очень тонкий получился. Надо подобрать угол, чтобы было. Тряющая часть хорошо видно. Так вот, думаю, будет. Замечательно видно. Да, все. Что ж, подведем итоги. Давайте сейчас здесь... Да, все у нас замечательно. И что ж, друзья, подведем итоги. Данный клинок сделал 800 резов, 800 разделить на 140. У нас получается 5,7, по-моему, эталона. 5,7 эталона умножить на 200. То есть, как старый эталон. Получается 1142 реза. Предыдущий сделал 1300 резов. То есть, рядом, но чуть хуже. Но механика у этого лучше. Вот. То есть, возможно, то, что клинок чуть-чуть полегче. То есть, не хватило удара. Ну, в принципе, в принципе. На видео, на макросъемке было все прекрасно видно, что где-то там есть. Что-то, в начале, что-то прям еле заметный заусенец. Вот. И здесь тоже на режущей части, на которой работала все на... Ну, все отлично. То есть, там ни сколов, ни выкрашено, ничего. Замечено не было. Ну, вот. Так что я думаю, что на этом закончим наше видео. Все. Всем спасибо. Всем пока.